Я пять лет проработал оперативник. Я посадил много людей. Милохин, Милохин, Милохин и Милохин, понимаешь? С артистом просто вообще нужно, мне кажется, вдвойне или втройне быть. Раз уж уехали, будьте там и не мешайте. Вот так взять и простить, но такого не бывает. Ксения Анатольевна, если будут у вас проблемы, мы готовы вас защищать. Собчак, Пивоваров, Навальный и вот это все прочее окружение. Вот эти все люди конкретно работали на западную разведку. Друзья, всем привет. Сегодня беседуем с Виталием Бородиным, политиком, руководителем ФПБК, федеральный проект по борьбе с коррупцией. Тот самый. Гроза иноагентов. Человек, по-моему, который не оставляет никого равнодушными. Тебя клянут иноагенты, уехавшие звезды. Кто-то тобой восхищается твоей здесь прямолинейностью, смелостью и так далее. Но тебя при этом называют доносчиком всей Руси. В основном недруги. Вот как ты с этим живешь, как ты к этому относишься? И доносчик ли ты? Добрый день, Виталий. Спасибо, что приехал. Смотри, я к этому отношусь спокойно. То есть, как бы говорить, что на мне какое-то клеймо. Я считаю, что это неправильно. Что я какой-то там доносчик. Я потресл свою страну. Я люблю свою родину. И выполняю, так сказать, наверное, свой гражданский долг. Ну, мне, допустим, сегодня не безразлично то, что все происходит в нашей стране в целом, да. То есть, я вижу, как люди перебываются в воздухе. Как продают нашу страну, нашего президента, наших граждан. И, соответственно, от нас идет вот такая вот реакция. Я возглавляю общероссийскую общественную организацию. В эту организацию выходит много-много экспертов. Это люди с большим опытом работают в силовых структурах, в политическом блоке. Кто-то был министром, кто-то был вице-губернатором, кто-то даже заслужился до уровня заместителя генерального прокурора. Это люди, мы их называем, так сказать, экспертное сообщество, которое входит в нашу организацию и которым не безразлично наша страна. Не безразлично то, что сегодня происходит в стране. Соответственно, да, сегодня много пишут про меня там. Ну, я имею в виду такие оппозиционеры в кавычках, пятая колонна, так я их называю. Такие, как вот Собщак, Пивоваров, там, Навальный и вот это все прочее окружение. Да, они старались меня там поддеть, там, как-то обозвать там доносчик. Но опять же, давай мы с вами будем разделять, что такое доносы. И опять же, вот, повторяюсь, для зрителей, для обыкновенного обывателя, донос, это когда стоит почтовый ящик, и человек, когда приходит, я когда был в свое время чиновник, я был когда заместителем мэра, когда работал в правительстве в Московской области, когда я работал на сервере в Кавказе, в правительстве, там стояли ящики у нас. И люди, которые, я к своим сотрудникам всегда говорил, если не хотите, чтобы вот о вас кто-то знал, вы опишите проблему, киньте ее в ящик, я ее утром рассмотрю, не пишите на свою фамилию, не телефон, ничего не надо там. Я просто рассмотрю ситуацию и приму во внимание, что с этим делать. Вот это называется донос. А вот в нашем случае мы люди открытые, мы никуда не убегаем из страны, мы не живем под военным стандартом, у нас нету там за рубежом где-то какой-то недвижимости, мы все находимся здесь. Вот чуть-чуть приоткрыть завесу тайны по твоей организации. На какие средства вы живете? Я, конечно, не юрий дуть, но спросить здесь просто обязан. Да слушаю, тут недомогие. Откуда берете деньги на все великолепие вашей деятельности? Все просто. Помимо общественной организации я занимаюсь юридической деятельностью. У нас есть своя тоже организация юридическая, мы оказываем сопровождение средне-малому бизнесу, я являюсь адвоката и у нас непосредственно в компании более 30 адвокатов, которые работают по всей территории Российской Федерации. И, соответственно, тот заработок, который мы зарабатываем, мы часть тратим непосредственно на общественную организацию. Это общественная организация, она как бы не получает никаких грант, она ничем не финансируется. И вот средне-малый бизнес, люди, предприниматели, которые с нами сегодня работают, они нас поддерживают, безусловно. То есть, они с нами работают, сотрудничают, поддерживают и в финансовом плане поддерживают. Кто-то оплачивает офис, кто-то оплачивает юристов, кто-то оплачивает какие-то командировки, кто-то оплачивает какие-то ролики мы делаем, монтируем. Это люди патриотической направленности, которые сегодня здесь, на стране. То есть, они никуда не убежали, они не выводят никуда деньги, не в обшор. это люди, которые сегодня работают здесь с нами и вот я им, так сказать, по случаям хочу сказать отдельное спасибо, потому что они сегодня находятся рядом с нами и им не безразлично. Я даже больше скажу, мы часть средств своих тратим на поддержку специальной военной операции. То есть, мы каждый месяц отправляем гуманитарную помощь, каждый месяц. Давай про иноагентов. Что это вообще за зверь такой? Потому что сейчас что тут греха таить, очень много критики по поводу этого статуса. Кто-то говорит, что их уже больше 500 и так далее, куда этот список все больше расширяется. Насколько вообще это эффективно, включать туда людей творческих? Певцов, актеров? Ну что, давай сделаем так, я считаю как, если творческий человек, он должен заниматься творчеством. То есть, он вне политики. То есть, я всегда всем говорил и Козловскому, если он пришел бы ко мне в суд, я бы тоже ему сказал, зачем лезть туда, где ты не профессионал? Ты тогда определись, ты в политике или ты вне политики? Вот тут такая грань, ее нужно как бы... А в чем основная претензия к Козловскому? Вот в чем он конкретно там виноват перед страной? Что условно вы ему здесь предъявляете? Вот прямо раскроем все сейчас секреты вашего конфликта. Ну, ты же помнишь эти черные квадратики, белые квадратики, когда начиналась специальная военная операция, мы же все... Интернет же все помнит, понимаешь, когда начиналась специальная военная операция, мы же всех мониторим, и, соответственно, нам стало интересно, кто сегодня станет рядом с нашей страной. И мы, соответственно, увидели, да, ну, например, Козловский, один из тех, кто якобы, как он говорит, что он с нашей страной, но по факту получается вот в Инстаграм в своем, так сказать, канале, назовем, экстремистский в России, который... Он выставляет посты и поддерживает граждан Украины, и где-то там извиняется перед ними, там, за что-то там, я не понимаю, за что он извиняется, я не понимаю. Это раз. Второе, то, что он заявляет, что у него главный партнер по фильму, по фильмам, спонсор по фильмам, это Роднянский. Ну, Роднянский, ты знаешь, да, что он иностранный агент и друг, приближенный к Зеленскому, к окружению Зеленского. И, соответственно, я не понимаю, да, если ты там с этим человеком где-то рядом находишься, разделяешь какие-то взгляды его, какие-то интересы, где-то там зарабатываешь вместе с ним, да, получается, ну, то есть, ты определись, то есть, человек у нас в стране признан иностранным агентом, официально, Роднянским. То есть, соответственно, человек поддерживает терроризм, понимаешь, на той стороне. Соответственно, если он поддерживает терроризм, и ты где-то рядом с ним, значит, тоже, получается, поддерживаешь терроризм, так получается. То есть, а что в этом случае должен сделать Козловский? Публичный, условно, отречься от Роднянского, сказать, что все, друзья, я больше не общаюсь с такими персонажами. Вот чтобы Виталий Бородин сказал, все, я удовлетворен. Поведением Козловского больше к нему претензий не имею. Виталий, да все просто. Вообще все просто, элементарно. И вот ты здесь, ты же журналист, ведущий, а что ты не убежал в другую страну. Может, тебе что-то там предлагали. В большом списке разнообразных санкций, но это не причина, но тем не менее. Я боюсь, меня там никто не ждет, если столько... Да я к тому, что понимаешь, нужно понимать. С артиста спрос вообще нужно, не скажи, вдвойне или втроенне быть, потому что это лидер общественного мнения на мелочку. И то, что он несет в массы, то, что он несет в массе, соответственно, все это подхватывается, распространяется. И потом мы все знаем, как работает ЦИПСО, МИ-6. Мы же все прекрасно все знаем, как они работают. И все эти разгоны в СМИ, в социальных сетях мы тоже знаем, как они работают. И, соответственно, у Козловского должна быть простая позиция. Если ты здесь, если ты с нашей страной, так-то выйди, скажи всем людям, ребята. Я вообще работал с Роднянским, Роднянского бес попутал. Бывает, как бы, да, людей там иногда путают. Ну, ты отойди в сторону, скажи, слушай, я больше узнать не знаю, не хочу его узнать. Я вот здесь, нашей страной, и съезди, пожалуйста, ребята на передовые позиции. Мы же только видим, что Козловский говорит, что он патриот, но по факту я его там-то не вижу. Все артисты, которые у нас сегодня выступают на Кремлевской сцене, все там, все туда едут, все понимают, что время непростое, что нужно поддержать. А у вас было какой-то опыт личного общения? Может быть, переписывались, обменивались мнениями по ситуации? Сейчас объясню. Мне звонил его, так сказать, доверенный человек, раз на 50. Они хотели, чтобы мы с Козловским как-то примирились и как-то тему тут закрыли. Ну, а как примиряться-то? Как я людям, как я обществу объясню? Как я могу туда нашему обществу объяснить? Раскройте чуть-чуть дистайны. А что они предлагали? Конкретно, конкретно сесть за стол переговоров, тему закрыть, больше ничего не поднимать, про нее ничего не писать, потому что у него, он не может принять позицию, почему? Потому что у него сын проживает в Америке, и жена там, и, соответственно, как бы из-за этого у него могут быть проблемы. Я им сказал конкретно, послушай, ты можешь сына сюда обратно привезти вместе с женой, это для труда как бы этого не составит. А если кто-то там будет мешать, ну, я навряд ли сомневаюсь, что-то мешает быть, это может выйти международный скандал. И мы тебе готовы оказать юридическое сопровождение в этом вопросе. Ну, слушай. Они на ваши условия не пошли? Слушай, никто даже об этом разговаривать даже и не стал, и, соответственно, я знаю, начали бегать там по кабинетам в определенной, на меня жаловаться там, и как бы говорить, что я такой какой-то негодяй, там, его там, что-то там к нему пристал, там, я говорю, послушай, я никому не приставал. Есть мнение, экспертное мнение нашей организации. И когда выходит тема с Козловским, ну, он даже может без меня зайти, ты можешь зайти, там много негативных комментариев про него, не про меня, а про него конкретно, в его случае. И когда обыкновенный человек не понимает, какая у него позиция, кто он, что он, на каком стуле он сидит, ну, соответственно, как бы есть вопросы. В общем, вы не договорились и пошли в суд. Я так понял, Данила подал на вашу организацию в суд? Он подал в суд на нашу организацию, подал на издание ТАСС, подал еще на это издание, нет, на ТАСС. Вот. Ну, ему, чтобы было понимание, чтобы я сейчас разбавлю, так сказать, все мысли вслух, он уже СМИ, он уже любит писать красивые заголовки. Козловский выиграл суд. Там какая-то история про один рубль. Да, да, да. Замечательная. И присудили Бородинову один рубль. Но вот, чтобы просто понимать, из всего требования, которые он заявил в суде, всего лишь две позиции, которые он там, можно сказать, выиграл. Это присудили мне один рубль выплатить, и чтобы я удалил пост в своем телеграм-канале про него. Вот. Вот весь суд, который он выиграл. Но будет же еще апелляция сейчас старая инстанция. Вы туда придете. Да, мы туда придем. А можно позвать Данилу Козловского туда, чтобы вы с ним встретились в суде, потому что я так понимаю, он тоже не пришел на суд первый. Подожди, я его призываю прийти туда. И пусть он объяснит свою позицию. Мы хотим понять его позицию. Два вопроса будет. Чей Крым и поддержит специальную военную операцию? Все, больше мне от нее еще не нужно. Если он скажет, что Крым наш и поддержит специальную военную операцию, да слушай, я перед ним извинюсь, даст он на трубу. А вы думаете, что он так скажет? Ну, послушай, я, знаешь, как я, так тебе скажу, я уже как такой, как такой старый уже полятехнолог, я все пытаюсь его заманить, вот, но он все никак не приходит, понимаешь? Если он туда придет, если он наберется сил туда прийти, соответственно, эти вопросы будут. И ему от этих вопросов не уйти. Просто не уйти по одной причине, потому что люди хотят понять. Не только я хочу понять. Это не моя позиция. Это не только вот эта позиция в лице одного меня. Это позиция всей нашей страны. Это позиция даже тех ребят, которые сегодня находятся в зоне СВО, и они хотят тоже услышать эту всю позицию. Поэтому я его жду в суде, пусть приходит. Данила, мы вас тоже ждем, приходите к нам, рассказывайте свою точку зрения, мы всегда к ней открыты, потому что, я так понимаю, у него немного иной взгляд, он считает себя патриотом, и везде об этом заявляет. Ну, знаешь, бить себя в грудь и быть такой в кавычках патриотом, у нас сегодня много таких патриотов есть, понимаешь? Поэтому я считаю, чтобы быть патриотом, нужно как-то доказать своими поступками. Патриотизм это такое понятие, такое растяжимое, понимаешь? И я считаю, что если действительно ты любишь нашу страну, поддержишь политику нашего государства, да ты должен быть рядом с нашей страной в этот момент, в этот период времени. Тяжелое время идет, непростое время идет. Кстати, быть рядом, тут Милухин вернулся, заявил о том, что все, хочет быть в России, дайте возможности и так далее. Вот как вы относитесь к этой ситуации? Потому что, видите, даже патриотический наш лагерь разделился здесь пополам. Кто-то говорит, давайте дадим ему шанс, дадим ему денег, пускай прославляет, ездит, работает. Кто-то говорит, ну уехал-уехал, скатертью дорожка, почему должны принимать назад? Как я могу к этому человеку, который выходил в юбки, с крашенными губами, обнимался с деревом, там голый какой-то, постоянно там накрашенный, ну как я могу к этому человеку относиться? Да никак. Да, говорят там, у меня сейчас Дованков, все, у нас был с ним, так сказать, такой небольшой дебат, он мне говорит, у нас со стороны уехали айтишники и менеджеры. Я говорю, так давайте их возвращать. Вот у Милохина там, сколько у них там, 7 миллионов что ли, подписчиков, если не ошибаюсь, и я говорю, ну и что? Ну вот у Милохина, надо его возвращать. Я говорю, а откуда там айтишники-то, не пойму, у него что, подписчики и айтишники, у него дети, возраст там 10-15 лет, ну какие-то там будут айтишники быть? Как бы он решил, как бы на теме Милохина себе набрать какие-то политические очки, и якобы, якобы там какие-то там айтишники. Да послушай, я недавно был в Стамбуле, в командировке. Когда, помнишь, там Азовством обменили, я вас в этот момент там застал. Я общался с нашими русскими говорящими, там есть районы, где ребята наши русскоговорящие собираются там, ну реальные, вот реальные айтишники и те менеджеры, про которых он говорит. Но какие к нему будут вопросы? У них что, у них статус иностранного агента, на них что, возбуждены в Россию уголовные дела, они могут спокойно возвращаться? Даже люди со статусом иностранного агента могут обратно сюда приехать в Россию и продолжать свою деятельность. Но вы их назад приглашаете, потому что, ну, бытует точка зрения, что, ну, а зачем они нужны? Если они уже уехали, хлопнули дверью, тут у них, дескать, кончаются деньги, они пытаются вернуться. Но есть же такая точка зрения? Слушай, я так скажу... Или все-таки понятие простить? Нет, нет, я послушаю, есть что-то так, как Владимир Владимирович сказал, раз уж уехали, будьте там, а не мешайте, понимаете? У меня вот такая позиция. Раз вы уже уехали, раз вы уже раз уже предали страну, да, ну, как можно, вот я, допустим, на одни грабли и два же не хожу, не наступаю, честно. Соответственно, это примерно выглядит вот так. То есть, это люди, понимаешь, такие создатели, они что-то ждут, 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 сейчас кто-то придет сюда, Россию заберет, захватит, и здесь раз они здесь все появились и обратно вернулись. Как бы это вот, вот моя позиция вот такая, я считаю, как? Если они уехали, ну, да, конечно, можно ставить вопрос по айтишникам. Опять же, опять же, я еще раз говорю, мы ни одного айтишника просто так не заклемели. Мы не обращались ни на айтишников, мы не писали обращения на менеджеров, мы сегодня ставим вопрос о предателях, кто предал нашу страну. Но Милохин предатель. Ну, послушаем, мы уже помним, как он, когда он там с этим, с блогером там пил-то с этим, с лагом-то украинским, песню тут, гимн, украин, он пил-то, сидел-то. Мы же все помним, интернет все помнят, и люди, которые, наши обыкновенные граждане, они по вернее. Вот так взять и простить, но такого не бывает. А если бы была иная ситуация, Милохин бы вернулся и сказал, простите, бес попутал, чем вам здесь помочь, кому подсобить, вот здесь я с тобой согласен. Готов признать вину, был неправ, уехал, поторопился. Вот здесь я с тобой согласен. А вот такой вопрос, такой не рассматривал, вот Моргенштейн и Милохин, да, ну, вроде бы, как бы они уехали из страны, год их не было практически здесь, а никто не задумывался, что могут западные спецслужбы с ними там поработать, вербануть так слегка, и обратно сюда, их в Россию пробовать пытаться. Но мы же знаем, как все это работает, мы же все прекрасно понимаем. Нет, как можно быть. Поэтому такие мысли допускать можно? Можно. Я, допустим, имею отношение к силовому блоку, я пять лет проработал оперативником, я лучшим был эксперативником, чтобы просто понимал, в отделе, я посадил много людей. Я курировал вопросы организованной преступности и коррупции, в том числе высших эшелом власти и борьба с наркотрафиком. Я поменял две службы. И, соответственно, я знаю, как все это работает. Я знаю, как люди вербуются, как к ним ищут подходы, как бы, как делают к ним подходы. Поэтому вот такие, как Дованков, вылазили потом в Госдуму. Предприниматель. У вас прям с Дованковым какая-то личная неприязнь. Предприниматель со статистом депутатом и начинает вот людям здесь объяснять там, что Бородин здесь какой-то там доносчик пишет доносы, а вот Милохин не может вернуться. Он не говорит конкретно там про этих айтишников. А вот Милохин, Милохин, Милохин и Милохин. Понимаешь, но у меня уже какие-то какие-то мысли. Еще немного про состоятельных людей, вам знакомых. Ксения Анатольевна Собчак частенько вас вспоминает. Обычно недобрым словом. И при том, что она держится так, что вы с ней не знакомы, никогда не общались. Но я так понимаю, что у вас другая точка здесь зрения. Мягко говоря. Моя точка зрения самая простая. Ксения Анатольевна картина такая. Помнишь, когда в этом Екатеринбурге на этом напали, мы работали два дня по этому делу. Мы добивались возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто на нее напал. И все-таки там возбудили уголовное дело, даже, по-моему, арестовали, насколько я знаю. То есть вы Собчак помогали. Да. И Ксения Анатольевна, она, может быть, забыла, я не знаю, может быть, что-то у нее там произошло в этот период времени. Она, наверное, просто не помнит, что есть такой Виталий Бородин, который в ее жизни принимал активное участие и пытался ей помочь. И я считаю, что 50% той работ, которая была сделана, это благодаря все-таки нашему, так сказать, юридическому сопровождению. Я официально был, как бы, по ее просьбе, так сказать, приглашен, чтобы ей оказывать юридическое сопровождение в этом вопросе. Мы ей помогали. Ну, просто ей не понравилось, когда, когда, вот, когда начали артистов здесь проверять, перепроверять на двойное гражданство. И нам просто не понравилось, когда мы написали обращение проверить ее мужа сегодняшнего, который с ней живет, есть ли у него второе гражданство. То есть нам стало интересно, когда Ксения Анатольевна убежала, у нее же каким-то образом оказалось второе гражданство, насколько я знаю, да? Израиль. Да, и мы просто, мы просто поинтересовались, есть ли у ее мужа второе гражданство. И вот после этого Ксения Анатольевна меня не возлюбила и начала меня троллить у себя практически, ну, раз в месяц стабильно, например, говорит, даже, по-моему, даже два. Не в лучшем свете оно. Да, 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 то есть как бы она как бы сцепляет, сцепляет, сцепляет. Вы с ней лично знакомы, вы общались? Да иногда с ней переписываю, я ей пишу иногда. У меня есть с ней переписка. Иногда я пишу, вот она последний ролик там что-то там переметом выпустил какой-то там. Я уже не помню, про что она там говорила, ну, я ей просто написал. Ксения Анатольевна, если будет у вас проблема, мы готовы вас защищать. То есть как бы в таком формате. Вот. Ну, пока молчит, вот это отвечало, сейчас молчит, но я так скажу, что уникальная барышня, уникальная тем, что во многих случаях была, вообще во многих случаях была и как везде с гусью вода. Что вы здесь имеете в виду? Давайте по подробнее. Скандалы, триггерации. Даже мы помним вот последнее там в Самаре ДТП с ее участием было там, когда ее водитель совершил ДТП и когда... В Сочи. Извиняюсь, в Сочи, да. Когда в Сочи произошел ДТП, и когда был летальный исход. Ну, там вот ответ. Хотя она за рулем, конечно, не была какая-то к ней может быть ответственность, но по крайней мере она так это, на допрос не приходила. То есть у вас остаются к ней вопросы? Нет, у меня остается, знаешь, такое, у меня такой остается осадочек, да, то есть как бы, ну, люди-то обыкновенные у нас сегодня, да, обыкновенные люди-то, гражданцы, так назовем, да, где-то там совершают какие-то ошибки, их привлекают к ответственности. Причем к уголовной, к административной, к разной ответственности. Ну, а когда люди вот такие, как Собчак, как Ахиджакова, как Козловский, как Пугачева, как Галкин. Слушай, ну, Собчак понятно, да, там, она там попадает там по-своему, там, ДТП, вот сейчас блогеров задержали, она тоже ушла от ответственности. Хотя там, на самом деле, насколько я понимаю, вот, опять же, из СМИ я читаю, что она там давала, давала какие-то указания, там, где, как, кому что звонить, и что говорить, это все из СМИ. Но она каким-то образом уходит от ответственности. Ну, слушай, я... А почему так случается, Виталий, ваша версия? Вот ваша версия, почему Ксении Анатольевне удается постоянно вот так это, бочком-бочком? Видимо, у нее какой-то ангел-хранитель хороший, или какие-то хорошие юристы работают, я так понимаю, понимаешь, ну, может... Звучит, как жирный намек наш. Ну, слушай, это не намек, все прекрасно понимают, да, ну, кто такой сообщает. Виталий, вот вы можете прямо обратиться сейчас к Ксении Анатольевне. Обещаю, мы это не вырежем. Ксения Анатольевна, я хочу пользоваться случаем к вам обратиться. Вы, когда совершаете какие-либо ошибки, там, и когда из-за ваших ошибок страдают люди, обыкновенные люди, вы хотя бы их признаваете. Да, я понимаю, что есть административный ресурс у тебя от ответственности, но вы хотя бы свои ошибки признавайте. Научитесь признавать. Это люди будут к вам попроще относиться и чуть-чуть по-другому будут на вас реагировать. Я говорю, как есть, я открыт, говорю всегда, я никогда не лукавлю, понимаешь, у меня вот этот... Двойные стандарты, как бы, они не при меня. И, как бы, я, ну, послушай, ну, как ты меня... Вот она меня в роликах своих троллит. Кто такой Виталий Бородин? Ну, как ты такой, кто такой Виталий Бородин? Ты со мной сейчас переписываешь сутки. Я тебе составляю там заявление, там опросы, ты мне подтверждаешь, что работаем, да, хорошо, давайте, погнали. И ты говоришь, кто такой Виталий Бородин? Что за бред-то, не пойму. Ну, уже давно надо как-то уже нормально говорить, да, там, да, был такой Виталий Бородин, да, помогал мне там, как бы, ну, сейчас, молодец. Но она как будто бы стесняется вашего знакомства. Ну, наверное, стесняется, наверное, да. Наверное, я так понимаю, что, да, ей, наверное, знаешь, как, она когда попала в трудную ситуацию, она не разобравшись, взяла себе вот юрист в лице меня и потом только поняла, через какой-то период времени, что я, как бы, ну, да, юрист, только я со своей жизненной позиции, ну, такой, так сказать, патриотической позиции. А у меня еще, как бы, да, вот она вот Ахиджакову поддерживает, как бы, Навального она там, как бы, она постоянно с ним раньше, там, то на митингах, Яшина, вот эта, как бы, которая с ней там жила, или как, что он там встречался, не знаю, там, то есть у нее вот такой, вот такой круг окружения, понимаешь, то есть как бы, она вот, допустим, сняла ролик там про Ахиджакову, там, а вот Бородин, Ахиджакову, народную артистку. А вот, кстати, про Ахиджакову, вам не жалко Ахиджакову? Потому что пожилая женщина, артистка, очевидно, ее кто-то использует. Знаешь, я скажу так, у нас много в нашей компании уголовных дел, где проходят люди и женщины есть, кому за 70, и которых привлекают к ответственности, и которых даже посадили в тюрьму. Есть такие, которые эту ответственность несут по закону Российской Федерации. А я считаю, здесь, да, как бы, ну, народная артистка, лидера общественного мнения. Я считаю, что с таких людей спрос должен быть вдвойне. Объясню, почему. Наша страна из них сделала артистов. Наша страна дала им все. Награды, звания, народные артисты, с рук президента получали награды. Наша страна сделала из них узнаваемых на сегодняшний день. Они во всех театрах, в кино, на рекламных счетах, они много и везде. И они, по сути, рубят бабки в стране, понимаешь? Ну, давай объективным, как есть, да? Вот сколько сегодня стоит сегодня, допустим, рекламу у Собчак? Понятия не имею, слава. понятия не имеешь, но я вот, так скажу, она начинается от миллиона и поехали выше. И, соответственно, что получается? У нас что, Собчак, благодаря нашей стране не зарабатывает здесь деньги? Или такая же Ахиджакова, да, если Ахиджакова привести на какое-то мероприятие? Ну, ты думаешь, что она поет бесплатно за один рубль? Хорошо, ну, а что делать с Ахиджаковой? Привлекать ее к уголовной ответственности? Сажать в тюрьму, что ли? Потому что, ну, многие люди задаются вопросами, ну, вот, а что дальше-то? Ну, Ахиджакова привлекут к ответственности? Да я послушай, я так тебе скажу, что мы живем в рамках законодательного поля, и ответственность, она, знаешь, подразумевает, как бы, располагается на всех. На тебя, на меня, она одинаковая, и на нее в том числе. Ну, как ты, вот, один нарушил, он несет ответственность, а двое нарушили, они несут ответственность, понимаешь? Ну, это как? Ты считаешь, это равно правильнее? Ну, я считаю, что это неправильно, я считаю, что это не по закону. как, один нарушает закон, ему, ему как с гуси вода, да, как вот сообщать, постоянно нарушает, 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 у нее вот, и какие-то обыски, и какие-то мероприятия в отношении ее, и она куда-то убегает, прибегает, и приезжает, как бы, и вот ее никто не привлекает. Ну, мы с тобой сейчас, выйдем сейчас на Красную площадь, начнем заниматься дискретацией, нас там же арестуют. Нет, так мы делать не будем, так мы делать не будем, никого не призываем. Да, но я к тому, что говорю, что если ответственность, она должна ложиться на всех одинаково, понимаешь? Ну, что, ну, ахиджак, ну, водорос у нее, да, ну, бабушка. А вы с ней тоже как-то лично общались? Кто-то на вас выходил с ее стороны? Нет, с ее стороны никто не выходил, с ее стороны никто не выходил, но она пишет на меня жалобы, там, всякие разные, там, строчные, вот, я так скажу, что, послушайте, опять же, передаю, пользуясь случаем, я к ней обращаюсь, да? У нас уже как поле чудеса произвела, да, я обращусь к ней, Лия, уважаемая Лия Ахиджакова, да, вы тогда просто выйдите и объясните вашу позицию, на какой вы стороне конкретно, чтобы мы конкретно понимали. А так пока мы, пока вы ни туда, ни сюда, и еще пытаетесь, так сказать, отбиваться юридически от меня, там, да, ну, я еще раз говорил, что вы понесете административную ответственность как минимум за последнюю свою выходку. Мы эту ситуацию доведем до конца, и мы это дело введем конкретно, я это дело держу, так сказать, в своих руках, и я вас уверяю, что вас привлекут к административной ответственности, и я считаю, что и быть правильным по одной причине, давайте не будем согласны на ваш возраст. Вы гражданин Российской Федерации в первую очередь. Есть и иная же точка зрения о том, что, ну, многие говорят о том, что они имеют якобы право на нейтралитет. Имеет ли творческий человек публичный право на этот нейтралитет? Или все-таки прямо вот все? Слушай, я объясню все просто. Они же как говорят, когда в Козловский суд и юристы приходили, они в суде сказали, Козловский вне политики. Ну, вы тогда определитесь, вы тогда в политике или вне политики? Вы занимаетесь творчеством? Это театр, кино, реклама? Вот этим занимаетесь. Либо тогда выходить тогда из творческой жизни, интеллигенции, так назовем, да? И конкретно входить в какую-то партию, там, не знаю, оппозиционную, неоппозиционную. И конкретно уже топить за, так сказать, за Украину, или за Запад, понимаешь? А то как-то непонятно. Вроде как бы и посты пишу, хочется здесь что-то сказать, да? И хочу денег зарабатывать в России, а тратить их там, понимаешь? Ну, как получается, в Козловске зарабатывает здесь, а недвижимость у него в США. Ребенок проживает. Но с другой стороны, он имеет право на это? Имеет право. Закон на это же не запрещено. Послушай, имеет право, но у нас есть закон о дискредитации. Закон же есть? Есть закон. Вот про Мелаза вспомнил по поводу двойной позиции. Чем закончилась там ваша история? Потому что вы ранее заявляли о том, что на вас даже выходили люди, даже не знаю здесь, как их аккарактеризовать мягко, которые просили, чтобы вы от Мелаза отстали. Слушай, на меня выходили люди, так сказать, с криминального мира, я уже так повторяюсь, уважаемые, так назовем, в преступной среде. Ну, как есть, я говорю, как есть. Выходили, со мной общались, приезжали, разговаривали. Что хотели? Хотели просто, чтобы я больше ничего об этом не говорил, не писал, и тема полностью была закрыта. Но я даже больше скажу. Мы нашли у Мелаза здесь родного брата, который работает в силовом блоке. Не буду говорить, какую службу. Поэтому мы об этом молчали, мы об этом не говорили, но сегодня я имею право об этом сказать. И у него есть брат, который работает здесь в силовых структурах. И занимает, причем так это, неплохую должность. Не буду фамилию называть, чтобы ему там карьеру не испортить, чтобы он как-то на нем не отразился. Но тем не менее, факт остается фактом. И да, велись переговоры, приезжали. Ты там задавал, там не побоялся, я поехал там. Ну, а что меня боятся? Как бы, слушай, обыкновенные люди такие же. Что мне, кого боятся-то? Мне говорят там, тебе там два человека, 20 человек нужно охраны. А зачем нужно? А на чем разошлись-то? Я так понимаю, вы не особо договорились. Слушай, моя позиция такая, она простая. Мне без разницы. Кто там будет мне звонить там? Уголовники там, авторитеты, там, или там, бывшие силовики, там, кто-то еще там, или предприниматели там. У меня вообще без разницы. У меня позиция простая, самая простая. По закону. Все должно быть по закону. Потому что, объясню почему. У меня мой родной брат, сегодня сидит там уже 7 месяцев. Когда вот такие вот артисты, лазают, он меня оттуда набирает, я говорю, слушай, я не понимаю, что происходит. Почему вот это как бы артист, вот мы здесь с ребятами сидим, говорит, вот я громкую связь сделал, на той сети там 3 человека, тебя все слышат. Мы, говорит, не понимаем, почему вот такая позиция. Мы вроде здесь как бы отстаиваем интересы нашего государства, говорит, и будем до конца, говорит, переехать, и нас, ни один, говорит, этот, говорит, хохол нас тут как бы не остановит. Мы пойдем до конца, дадут кому до конца, тем и пойдем, и готовы умирать. Я так понимаю, по Меладзе каждый остался при своем. Он не выразил четкую позицию. По Меладзе, послушай, по Меладзе, значит, у меня она простая позиция, пошла проверка, мы пока по нему на сегодняшний день ответа никакого не получим. Вы ждете ответа. То есть мы ждем какой-то ответ. Я так понимаю, идет какая-то проверка, чем она закончится, пока непонятно. Я пока, вот свой адрес, я пока еще ничего не видел. Как только увижу, я готов буду обнародовать, показать, нарушил он закон, значит, нарушил. Не нарушил, я ее покажу, значит, не нарушил. Я так понимаю, для вас это основное. То есть если приходит ответ, что никаких преступлений было действовать, признаков не найдено, Если преступление, нет, я официально извиняюсь, выставляю как бы СМИ и говорю, что как бы отношение данного артиста прошла проверка и к нему вопросов нет. Не то, что у меня, а со стороны там силовой блок. Все. Вы понимаете, сейчас к какому случаю я клоню? Громкому, недавнему? Да нет, я понимаю, я все, я все, послушай, я все прекрасно понимаю. Я ориентируюсь во времени, во власти, в политике, я все прекрасно понимаю. Я так понимаю, ты мне хочешь про Ани Лорах спросить, да, я тебя понял прекрасно. Смотри, штук остается, Ани Лорах, да, мы всего лишь попросили проверить ту информацию, которая выходила в СМИ. Ну, то есть, как бы там много выходило, что она финансировала ВСУ, что она собирала деньги там в помощь ВСУ. вот только после этого мы официально обратились во все службы, которые могут быть в нашей стране. Везде мы обратились и везде попросили ее проверить. И буквально вот-вот-вот-вот недавно, прям перед ее концертом, я делал за два дня еще одно заявление, обращался к губернатору Московской области, и тут же к нам приходят обращения, вот эти все ответы, что к ней вопросов нет. Ну, а как я могу человек клемить, если к ней вопросов нет? Как я могу там дальше продолжать там какую-то бурную деятельность в отношении, если к ней вопросов нет со стороны Северного Блока? Значит, она прошла эту проверку. Соответственно, я первое, что сделал, я купил букет красивых цветов и отправил ей. Ну, вот эти зимитые кадры, по-моему, не опры, они были, где вы танцуете на концерте, а не лорок. Да, и после этого, да, и после этого я получил приглашение побывать в первых рядах. Я приехал даже с цветами, подарил цветы, и, ну, извиняться я как бы не стал, как бы, ну, по крайней мере, знак благодарности, я уважение как бы проявил со своей стороны как бы такое. Люди так понимают, не будет так. Точка зрения, в основном, это ваши критики говорят, публично везде озвучивают о том, что вы как бы подменяете еще работу там официальных ведомств. Ни в коем случае. Ни в коем случае об этом вот я выступал на Матч ТВ, один из журналистов коммерсант мне этот вопрос задал. Это был Максим Юсин. ни в коем случае мы не подменяем ничего, мы просто указаны на те проблемы, которые у нас сегодня есть. Да, у нас просто звучит такое название, там, федеральный проект по безопасности в борьбе с коррупцией. Виталий, но все-таки к приехавшим, уехавшим будут возвращаться они через какое-то время. Сомнений нет, что пройдет год, два, денег будет меньше и они будут возвращаться в Россию. Я тебе так скажу. На многих из них, на большинство, ничего нет. Никаких уголовных дел возбужденных, ничего. Они будут возвращаться, пытаться вести концертную деятельность. Многие попробуют получать госконтракты. Должен ли быть какой-то юридический механизм? Потому что все сейчас бьются головой вот в эту стену. А что будет, когда они вернутся? Знаешь, я тебе скажу, что наступят те времена, когда вот там у нас же власть такая лояльная ко всем. Понимаешь, как бы лояльно ко всему относится. И вот так, знаешь, как вот раньше, когда когда-то помиловали, как бы там люди, когда помилуют, вот практически вот так же будет, понимаешь, вернутся, ну, поговорят, пошумят и забудут про них. И, соответственно, дальше как-то будут жить, существовать, работать. Но, опять же, люди, которые со статусом астрального агента, вот МДС в России будет очень сложно. Многие считают, что он устарел, этот статус. Ну, что он дает? Что они должны где-то маркироваться, подавать дополнительный финансовый отчет? Не, ровно счетом ничего. Вообще ничего. И я считаю, что для тех людей, которые попали в этот статус, которые действительно получали финансирование, которые конкретно работали на Запад и с западных рук кормились, я считаю, что в отношении этих лиц нужно возбуждать уголовные дела. И даже больше скажу, семьи, которые здесь у них остались, дети, семьи, их нужно стоять на особый контроль и их контролировать, понимаешь? Потому что, слушай, от яблоков далеко можешь не уйти. Это уже прям, знаете, нарушает основной постулат, что сын за отца не отвечает. И многие нам в комментарии сейчас напихают, что это Виталий Бородин призывает к новому 37-го года, нет? Я никого не призываю, послушай, так тебе скажу, что все эти процессы нужно контролировать, понимаешь? Если мы сегодня контролируем, эти процессы до конца не будем, поверь мне, у нас завтра здесь будут выходить чуть ли не не Майдан устроить, понимаешь? Есть такие, назовем, спящие ячейки, понимаешь? Вот так называем их. И, соответственно, вот эти спящие, они когда-то в какой-то момент проснутся и, соответственно, будут такие вещи исполнять, что маму, здесь нам маму не горюбить, понимаешь? Такой финальный вопрос, а что все-таки сделать с обычными людьми, которые уехали, которые не политики, которые не артисты, которые даже не какие-то известные, успешные айтишники, а которые просто вот обычные студенты, я не знаю, безработные, которые куда-то действительно там испугавшись по глупости в Грузию, в Армению, в Сербию уехали, сейчас там влача существования. Нужно возвращать. Это наши люди, это действительно наши люди, их нужно возвращать. Сегодня стоит вопрос на законодательном уровне и нужно, чтобы занимались именно профессионалы. То есть, как бы действительно должны заниматься профессионалы, чтобы заниматься именно возвратом. Это наши люди, наши граждане, наши соотечественники. Даже готовы за свои деньги вылетать в другие страны. и агитировать наших граждан, чтобы они возвращались сюда обратно. Вот это мы готовы как бы делать. Ну, потому что я считаю, что, знаешь... Не волки, а санитары леса. Все правильно так говоришь. Все правильно так говоришь. Ну, если говорить фразами. Все правильно так сказал. Поэтому я считаю, что... Я считаю, что в каждой истории есть ситуация, и должен быть конец. Вот я считаю, вот так. И если человек там где-то ошибился, оступился, это не говорит о том, что он потенциально какой-то там уголовник или что-то там предал. Предают те, которые действительно выходят, открыто об этом заявляют, открыто говорят. А те, которые просто уехали, к ним станции нет. Я еще раз напоминаю, к ним никаких станций нет. И мы все, мы открыты. Пусть возвращаются в страну, это не я сказал, это сказал Виталий Бородин, а это был Виталий Сируканов. Повесточка. Помогайте своим, берегите себя.